После работы на свежем воздухе и купания в озере, навожу порядки на кухне. Притащил этот стол, в предбаннике он там стоял, отмыл его с хлоркой, со всякими чистящими средствами. Вот еще один стол, которым сейчас буду заниматься. И вот этот шкаф старинный, древний. Тоже думаю его отмыть и пока использовать. Пока. Временно. Вот. Ну а там он все повытаскивал скраб этот весь. В общем у меня бардак, ПХД. Парк хозяйственный день. Печка уже трещит. Прикольно с дровами. А летом? Да, хоть и летом, но все равно. Жгешь, они потрескивают. Так тепло, классно. Вот. Поэтому сейчас навожу порядки, порядки, порядки. У меня идея возникла. Не в том углу у меня выход будет как он есть, а вот вот здесь вот, возле двери сделаю. Возле двери сделаю выход. Поставлю уже скач, фильтр жесткой очистки, потому что бывает там отключение воды от скважины. Калина проходит такая, ну не мелкая, не крупная, средняя. Поставлю фильтр тонкой очистки, одноколбовый. Подумаю какой. Там дальше будет у меня гребеночка. Гребенку поставлю, наверное, сразу после него. Да, после фильтра. И пойдет разводка на душевой уголок, на унитаз, на раковину кухня. Вот сюда вот, за спину. Где-то возле, где она? Где-то возле печки. Вон там буду ставить ее. Вот. Ну может там вторую раковину поставлю. Посмотрим, там чистить зубы, там что-то еще. Или все-таки в туалете будет вторая раковина. Она будет посмотреть, как, как, что. Я пока еще, пока только в мыслях, как, что там делать. Вот. Потом заняться канализацией. Посмотреть, где сточка будет от туалета, от унитаза, от душевой. Ну вот, глянуть. Короче, дел куча. Думаю, что за лето с водой разберусь все-таки. Думаю, что разберусь. Посмотрим, как там что будет. Я думаю, что будет все нормально. С водой разберусь. Можно будет мыться, посуду. Все это теплой водой, горячий. Унитаз в тепле. Все отлично будет. Санузел. Ну и останется только заготовка дров. Дрова буду закупать. Пока еще не знаю. Скорее всего, колотые буду закупать. Они, может, немножко подороже. Пока дровокол специальный не куплю. Куплю дровокол, уже буду чурками брать. Вот. И, может быть, посмотрим, как. Ну, финансов вряд ли хватит. Ну, хотя бы фундамент залить под гараж. Я думаю, сделать на зиму. Скорее всего, надо будет посоветоваться тоже со спецами в интернете. Здесь очень интересная тема. Здесь где-то два штыка лопаты идет плодородная земля, типа чернозема, там что-то еще. Дальше песок. Песок. Сколько мне говорят жители? Метров пять, наверное. Ну, я вот почти два метра докапывал, копал траншею с колодца в дом. Сплошной песок. С одной стороны, это все-таки плюс. Плюс, знаете, в чем? В том, что, делая погреб или что-то еще, супер гидроизоляцию делать, ну, такую вот прям, чтоб не нужно. Вода через песок нафиг вся вниз проходит, еще ниже туда. На десятки метров. То есть не будет такого, что, знаете, как выкопал погреб или там чулан, что-то еще, и у тебя после обильных ливней вода по колено. Такого нет. Ни один не жалуется, я специально интересовался. В этом, я думаю, что плюс песка. То есть деревня стоит на песке. Сверху плодородный слой, и все, и дальше песок. Торфяники, тем более, вот в конце участка у меня там, там, говорят, старые торфяники. Торф. Может, как удобрение еще можно будет использовать. Поэтому посмотрю, надо ли, кроме фундамента обычного для гаража, копать еще свайной. То есть периметр прямоугольником углубляешься, там, к примеру, сантиметров на 30, да. И по углам, и где-то в центрах еще я бурю дырки, и также арматура, и заливаю бетоном. По-моему, этого не нужно будет делать, лишние затраты. Но я еще с этими, с ремонтниками, кто здесь живет, вообще, посоветуюсь, конечно. Если не надо, то, действительно, лишние вложения, лишняя заливка бетона, арматура, вот. А фундамент без арматуры, сами понимаете, это бред собачий. Арматуру по-любому нужно будет. Хотя бы минимум. Так как песок, он, в принципе, не гуляет. Единственное, даже в перепады, мне сказали, зимой и летом, он хорошо чувствует грунт, перепады, температуры. То есть нет такого, да, с обычной землей. Она гуляет, и, соответственно, дома вот где-то в Подмосковье тупо трескаются, блин, по фасаду. Здесь такого я не видел, не наблюдал. Да и местные, вроде, и говорят, что такого здесь нет, потому что песок. Вот. Поэтому все буду узнавать. Так что вот такие вот дела. Всем пока. Куда-то сюда попробую повесить умывальник. Умывальник где он? Где он? Где он? Вот он. Вот с этой штучкой такой. Брим-брим. С крышечкой сверху. Вот. Подумаю, как повесить. Тачку собрал. Приехала тачка. Решил взять двухколесную. Она более устойчивая. Колеса накачал. Новенькая. Пускай подороже будет. Но зато она такая устойчивая. Вот. Привезли мне трубы ПВХ-ку, канализацию разных размеров. Трехметровые почти. А, не почти. Еще сколько? Две-три штуки есть. Утеплитель. Так. А почему-то он не этот утеплитель. А, толстостенный один. Ну, это, в принципе, не страшно. Вот. Утеплитель привезли. Полипропиленовые трубы привезли. Полипропилен я буду паять по участку. Вот. Буду паять на участке от другого колодца до бани. Потом до летнего душа и до сараев с курятниками. Там курятник и соседу сразу перекину. Вот. Тоже, чтобы он тоже поливал дядя Валя огород свой. Все пропаяем. Везде краны будут стоять. Вот такие полипропиленовые кранчики буду ставить. Ну, как обычно, я вот в Зеленограде занимался всей сантехникой. Паял разводки там и так далее. Все это сделаю. Вот. Ну, как бы вот так. Потом дальше здесь под домом буду проводить трубы, выводить сюда. У меня тут идея возникла. Сейчас расскажу. Делаю подвес для умывальника. И вот красавица. Тоже сегодня за день умаялась. Лежит без задних и передних лап. Да, Марусь? Маруся! Ты точно сегодня устала? Сильно-сильно? Такую яму выкопала, да? Ну, молодец. Ладно, отдыхай. Отдыхай до завтра. Умничка. Спасибо. Продолжение следует...